СПОРТИВНАЯ СРЕДА Зато в соревновании в Новочебоксарске вернулись ивановские тэквондисты. Они вновь радуют нас своими успехами. Ивановцы Илья Данилов и Ярослав Черкасов завоевали высокие награды на летней спартакиаде учащихся России по тэквондо. У Ярослава серебро, у Ильи золото. На турнире собрались лучшие в своем регионе спортсмены. Я провел три боя, где я одержал в двух досрочную победу, а в третьем уже был бой равный. Сначала немного уступал в поединке, но потом собрался, догнал, даже перегнал. Но в конце немного не повезло, он попал мне в жилет, где у нас было золотого очка. Но я собрался, понял, где у него слабая зона и забрал очко. Ярослав Черкасов на таком турнире выступил впервые. В финале он уступил с минимальным преимуществом победителю первенства России и Европы. Этот турнир был для меня очень важен. Я готовился к нему, можно сказать, весь год. Но основная подготовка проходила летом в разных лагерях, как «Строитель», «Березовая роща». Там мы проводили совместные тренировки с другими тренерами. И так вот получилось, что мы смогли поехать в хорошей физической форме. Жительница Иванова Татьяне Гавриенковой выкорился не только Ла-Манш, но и пролив Лаперуза. На Сахалине прошел эстафетный заплыв, в котором приняли участие спортсмены из четырех стран. 27 пловцов-экстремалов пересекли пролив Лаперуза между российским Сахалином и японским Хоккайдо. Татьяна Гавриенкова – спортсменка опытная. Она чемпионка мира по зимнему плаванию и ей море по колено. На этот раз из-за течения непогоды пловцам пришлось преодолеть 66 километров, вместо запланированных 43. Эстафету они преодолели без гидрокостюмов при температуре воды 8-10 градусов. Ивановская спортсменка Алина Ильина завоевала золотые медали на всероссийских и международных соревнованиях по конному спорту. Алина сейчас живет и тренируется в Москве, однако совсем скоро и у ивановских спортсменов появится теплый манеж в спортшколе номер 11. На территории манежа уже начался первый этап ремонтных работ. Всего их будет четыре. Сейчас стоит задача нарастить стены и заменить кровлю, чтобы она соответствовала всем нормам и требованиям безопасности. Следующим этапом это будет укрепление и соответственно утепление на данной кровле, чтобы можно было организовывать занятия и тренировочный процесс, в том числе и в поздне осенью, ранней весной, ну и в зимний период времени, естественно. Сам проект разбит на четыре части, на четыре элемента. Общая стоимость финансирования проекта предусматривает выделение денежных средств в размере 18 миллионов рублей. Мы предполагаем, что в течение пяти-четырех лет данный вопрос будет закрыт. Сейчас спортшкола номер 11 – единственное муниципальное учреждение в Иванове, где ведутся занятия по конному спорту для детей и подростков на бесплатной основе. Здесь занимаются 240 человек. Это не только конкур и выездка, но и адаптивная физическая культура. Делаем, будем пристроечку, вот с другой стороны наращивать. Там уже с проходной, с вахтой, с доступной средой для инвалидов. Манеж будет отапливаемый, появятся дополнительные раздевалки, тренерская. В общем, очень большие изменения будут. Отопление, освещение поменяется, в общем, водопровод. В новых условиях дети смогут тренироваться круглогодично, вне зависимости от температуры за окном. Ведь до настоящего времени при минус 16 тренировки приходилось отменять. Продолжаем знакомить вас с новичками команды «Текстильщик». На этот раз речь пойдет о полузащитнике Максиме Батове. Максим Батов из Перми. В детстве, как и многие ребята, занялся борьбой. Но потом родители записали в футбольную секцию. Тренировки не бросил. Напротив, стал усиленно заниматься. Видя успехи сына, родители приняли решение ехать в Санкт-Петербург. В 13 лет меня родители отвезли, они из-за меня переехали. И вот там уже пошло, поехал и молодежный состав, и выше там получалось. Спасибо родителям своим. Очень благодарен. Теперь Максим посвящает футболу большую часть времени. Говорит, что в новый коллектив влился хорошо и готов к работе. Очень важно, что остался костяк команды, который вышел в первую лигу. И всех, всех новичков приняли. И все хорошо, у нас рабочая установка. И конкурируем вместе между собой и дружеские отношения за полем, естественно. Возможность продемонстрировать командную игру Ивановцев будет совсем скоро. Уже 3 августа «Текстильщик» проведет выездной матч в Казани на стадионе «Рубин». Соперником красно-черных станет команда «Нефтехимик». На этом у нас все. Любите спорт себе, а не себя в спорте. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!